Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава книги Исход, перевод российского библейского общества и мы читаем его для библейского портала экзегет В конце 28-й говорилось об обряде посвящения Аарона и его сыновей Священники Моисея должен их посвятить, после чего они могут совершать богослужения в Скинии А как конкретно это сделать, вот это описывает 29 глава Конечно, все делается через жертвоприношение Язык общения с Богом на Древнем Ближнем Востоке — это язык жертвоприношения Жертвоприношение, безусловно, это кровавое жертвоприношение Нам кажется, как-то это некрасиво Есть на Востоке, в Индии, например, когда божествам приносят жертву цветы, фрукты Ну, человек отказывается от чего-то, но резать и убивать животное Ради того, чтобы почтить Бога, разве это не грубость какая-то? Не очень это хорошо, думаем мы В древности мысли были совершенно иными Почему? Потому что жертвоприношение — это принесение жизни божеству Не просто взял там фруктов, нарвал цветочков, развел, я не знаю, выткал что-нибудь красивое И вылепил там из глины и отдал Богу свой труд Как маме с папой подарок на день рождения ребенок готовит Нет, человек говорит Богу, моя жизнь принадлежит тебе Ты можешь ее взять по праву Но возьми вместо нее жизнь этого животного Я осознаю, что на самом деле моя жизнь принадлежит тебе Вот история о том, как Аврааму было дано повеление принести в жертву Исаака Ровно об этом Помните, там в книге Бытия мы это читали Авраам получил повеление принести в жертву своего сына Исаака Но в последний момент этот сын был заменен бараном Вот здесь то же самое сейчас будет Вот что должен ты сделать, чтобы осветить их, чтобы они стали моими священниками Выбери быка и двух баранов без телесного изъяна Возьми пресный хлеб, пресные лепешки, смоченные оливковым маслом То есть фактически это жертвоприношение Это подобие трапезы, роскошной трапезы с жареным мясом и хлебом Пресные коржи, намазанные оливковым маслом Все это должно быть испечено из лучшей пшеничной муки И сложи их в одну корзину Принеси эту корзину, приведи быка и двух баранов Вот даже вплоть до какого-то приготовления Как в корзину одну сложить А ведь, допустим, современное православное богослужение Там проскомедия на литургии Тоже вот еще не само жертвоприношение Но подготовка к нему определенным образом Потому что это все священное действие Приведи Ароны с сыновьями ко входу в шатер-встречи А в шатер-встречи здесь возникает небольшой вопрос Что это такое? Имеется ли в виду Скиния или некоторое другое место? Потому что Скиния еще, в общем-то, только провозглашена, но не построена Может быть, это некий шатер, где Моисей встречается с Богом Вот есть два понимания Шатер-встречи — либо другое название для священной Скинии Либо отдельный шатер, который до Скинии Потому что еще до того, как она построена Но Моисей же встречается с Богом так или иначе Омоих Ну, понятно, что омовение — символ очищения И здесь внешние действия призваны передать внутренний настрой Облачи Аарона в его одежде, в рубаху, ризу под и фоды, фоды на грудник А как они выглядят, это описано в предыдущей главе Обвяжи его пояском и фода То есть подпоясание во всех древних культурах — это признак готовности Да, вот кто в армии служил, пока человек без ремня, солдат без ремня Он не одет по форме, поэтому когда арестовывают, забирают ремень Хотя практического смысла никакого нет И вот тоже мы говорим, там распоясался, да То есть, ну, снял с себя всякие ограничения в виде пояса Возложи на голову Аарона тюрбан А к тюрбану прикрепи венец святыни То есть, что-то, что обозначает, что он священнослужитель, да Вот с надписью «Святыня Господня» Сверчи помазание, возьми оливковое масло для помазания и возлея на голову Аарона Приведи сыновей Аароны и надень на них рубахи А пояшь Аарона и его сыновей поясами и привяжи им головные повязки Одновременно и Аарона и его сыновей, как младших священников, которые потом заменят его Отныне и навеки священническое звание принадлежит Аарону и его сыновьям Так ты посвятишь их в священнике Священство в Ветхом Завете, оно неотменимо и оно наследственно Да, то есть, только потомки Аарона могут ими быть Приведи быка к шатру встречи и пусть Аарон с сыновьями возложит руки на его голову Символический жест, который обозначает соединение человека с жертвой То есть, закалывают быка, но человек говорит Вот сейчас его тебе, Господи, принесут На самом деле, это я приношу свою жизнь тебе Закали быка перед Господом у входа в шатер Амочи палец в крови быка и помажь ей роги жертвенника А остаток крови вылей к подножию жертвенника То есть, смотрите, вот эта кровь, она приносится в жертву И символически помазывается жертвенник, все выливается к его подножию Значит, вот это отдается Богу Потом возьми весь жир с внутренностей быка Отросток печени и обе почки с жиром и сожги на жертвеннике А мясо и шкуру быка его нечистоты, придай огню вне стана Это очистительная жертва В данном случае, смотрите, человек не ест от этой жертвы Потому что эта жертва полностью приносится Богу Вот это вариант такой более высокой жертвы Затем возьми одного из баранов И пусть Арон с сыновьями возложит руки на его голову Закали барана и окропи жертвенник крови со всех сторон Разрежь тушу барана на части Вымой его внутренности и ноги Положи поверх головы и прочих частей и сожги всю тушу на жертвеннике Это жертва всесожжения для Господа Благоуханный дым, приятный для него, дар Господу То же полностью приносится Богу Но первая жертва сжигается вне стана А вторая, наоборот, в самом священном месте на жертвеннике Почему? Потому что первая очистительная За какие-то возможные грехи и прегрешения За нечистоту И поэтому эта жертва несет на себе Вот символически несет на себе эту нечистоту и греховность Ее нужно сжечь там подальше, да Вот, чтобы даже не касаться ее А вторая, это уже чистая жертва Богу Поэтому она полностью сжигается Возьми второго барана Пусть Арон с сыновьями возложит руки на его голову Ну, опять-таки, символическое соединение с животным Закали барана Кровью барана Помаш Арон и его сыновьям Мочку правого уха Большой палец правой руки Большой палец правой ноги Акропи жертвенник крови со всех сторон Смотрите, вот жертвенная кровь Ее мажется и жертвенник, и священники Причем большие пальцы Ну, как бы то, что выделяется Такая крайняя точка организма Большой палец руки, большой палец ноги И ухо, как крайняя точка головы Акропи жертвенник крови со всех сторон Ну, и, соответственно, вот Соединение крови с жертвенником И священники соединяются с жертвенником При помощи этой крови Потом возьми кровь с жертвенника И масло для помазания Акропи имя Арона и его одежды А также сыновей Арона и их одежды Так ты осветишь Арона и его одежды А также сыновей Арона и их одежды Отдельно одежда, потому что, собственно Только в одетом виде они священнослужители Ну вот я про армию сегодня вспоминал, как военнослужащий в форме исполняет обязанности военнослужащего, если он в пижаме гуляет по городу, то он просто частное лицо, то же самое со священниками. Возьми жир и курдюк барана, жир с внутренности отросток печени и обе почки с жиром. Поскольку этот баран посвятительная жертва, возьми также его правое бедро. Про это чуть позже. Значит, особый случай, да, жертва, которая берет на себя возможную нечистоту и греховность, жертва, которая приносится Богу как знак всецелой преданности, а посвятительная, это уже конкретная функция, посвятить их. Возьми один хлеб, одну лепешку, смученную оливковым маслом, и один корж из той корзины с пресным хлебом, что поставлено пред Господом. А там, помните, на столе все время стоит что-то. Дай все это в руки Аарона, его сыновьям, и вознеси пред Господом, как дар. То есть они фактически как такие служители, которые приносят царю трапезу, да, подают ему. Вот они, Господа, ее подают. Возьми это у них из рук и сожги на жертвенники вместе с жертвой всесожжения. То есть вот это уже их действие, как священников, первое действие. Вот они приносят уже жертву сами. Это благоуханный дым, приятный для Господа, дар Господу. Понятно, что мы не верим, будто творец вселенной нюхает, и это все, и говорит, как приятно пахнет. Нет, но тем самым человек совершает вот некую божественную трапезу, в которой он пока еще не участвует. То есть смотрите, а вот здесь уже та часть. Мясо, которое съедают священнослужители. Это их. Они приносятся Господу, но Господь как бы делится с ними этой самой грудью и бедром. Вот грудинка и окорок вполне, бараньи вполне приличное получается у них меню. Причем першественные жертвы, те, которые израильтяне делают по своей собственной воле, но они тоже участвуют в жертвоприношении, делясь этой самой своей першественной жертвой с Господом, тем мясом, которое они там поедают. Священные одежды Аарона должны перейти к его потомкам. Они наденут их, когда будут совершаться их помазания и посвящения в священники. Пусть потомок Аарона, когда станет священником, после него и будет ходить в шатер встречи и служить в святилище, носит эти одежды семь дней подряд. Вот как бы такое дополнительное освящение и самого потомка Аарона и одежд. Возьми мясо барана, посвятительной жертвы, и свари на святом месте. Вот у нас до сих пор только сжигается все на жертвеннике, а это наконец варится. Пусть Аарон с сыновьями ест это мясо, а также находящийся в корзине хлеб в шатре встречу у входа. Они должны сами съесть жертву, принесенные при их очищении, посвящении в священники и освящении. Вот освящение, посвящение и снова освящение. То есть избавили их от нечистоты, сделали их священниками и наделили особой функцией. Обряд из трех степеней. Постороннее этого есть не может, это святыня. Если мясо или хлеб, посвятительная жертва останется до утра, сожги все, что осталось. Принцип, который, кстати, до сих пор используется во многих традициях христианской, в том числе святыня, которая не была использована, она сжигается. А не выбрасывается, чтобы там собаки какие-нибудь отгрызли. Никто не должен этого есть, а бы это святыня. И вот разделение. То есть мясо жертвы это святыня. У каждой жертвы есть своя определенная упорядоченность. То есть что может есть каждый священник, простой человек, израильтянин. Это вот регулируется строгими правилами. Не давайте святыню недостойным. Или тем, кто не посвящен, лучше так сказать. Соверши над Аароном и его сыновьями все, что я тебе повелел. Семь дней, день за днем, совершай их посвящение в священники. Каждый день закалывай быка, как очистительную жертву. Да, то есть смотрите, семь дней одна и та же процедура. Вот как трудно человека сделать священником с точки зрения Ветхого Завета. Как много усилий прилагается. Семь дней, вот как будто одного не хватает. Каждый день закалывай быка, как очистительную жертву, принесенную для искупления. Так ты будешь совершать обряд очищения и искупления жертвенника. Сверчай помазание жертвенника, чтобы осветить его. Семь дней, день за днем, совершай очищение жертвенника, освящай его. И жертвенник станет святыней святыней. Все, что коснется его, станет святыней. Одновременно посвящается жертвенник, потому что он тоже пока что только сооружение. Пока только конструкция, но не обладает этим священным статусом, который ему предается. Вот жертва, которую ты должен регулярно приносить на этом жертвеннике. Два годовалых ягненка в день. Одного приносив жертву утром, а другого вечером. Фактически это трапеза. Тогда люди обедали редко, но не до того было. Они завтракали плотно и ужинали. И Богу приносятся две жертвы, тоже как две трапезы в день. По целому ягненку. Одного приносив жертву утром, второго вечером. С первым ягненком приносив жертву одну десятую и фы пшеничной муки. Смочив ее четвертью гина в ручную приготовленного оливкового масла. В ручную приготовленного это экстра-верджин. То, что у нас пишут холодного отжима. Значит, не механизм никакими-то, а вот руками сделали. Это наиболее ценное. То есть, смотрите, одновременно вот мука с маслом. И совершая возлияние четверть гина в вене. Второго ягненка приносив жертву вечером с таким же хлебным приношением и таким же возлиянием, как и утром. Это благоуханный дым, приятный Господу, дар Господу. Это всесожжение вы должны совершать регулярно, из рода в род, пред Господом, у входа в шатер встречи, где я буду пребывать во время встречи с вами и говорить с тобою. Мы уже говорили, что шатер встречи, вероятно, скиния. Может быть, в некоторых контекстах некий другой шатер, который пока не построен и скиния, используется вот для обрядов, прежде всего, для встреч Моисея с Богом. И самое главное, что скиния и вот эти все обряды вокруг нее, это признак того, что Господь пребывает с израильтянами. Они его воспринимают как такого особого своего царя, которого надо кормить, поить. Ну, понятно, что он физически не ест и не пьет, но они ему отдают то, что подданное какого-нибудь земного царя ему отдают. «Там я буду пребывать во время встречи с сынами Израилевыми и осветиться то место славы моей. Я освящу шатер встречи и жертвенник, освящу арона с сыновьями, чтобы они были моими священниками. Я буду обитать среди сынов Израилевых и буду их Богом. И они будут помнить, что я Господь, их Бог, который вывел их из Египта, чтобы обитать среди них. Я Господь, их Бог». Самое главное, для чего все это нужно. Куча подробностей, нам скучноватых. Помните, я среди вас. А чтобы вы об этом не забывали, вот вам куча самых разнообразных правил, занятий, ритуалов, обязанностей и предписаний, которые вы будете исполнять как постоянное напоминание, что я с вами. Может быть, это единственный смысл, но смысл очень важный для тех времен. Ну, а дальше будут другие подробности в 30-й главе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...